Атава-Ихсан представляет Душевной чистоте и широте ума и знаний Древности государства и благородству происхождения И смысл того, что они называют Фараберзи Это божественная тень, что проявляется в следующем Разум, знание, его точность, ум Умение предвидеть события, проницательность, благородство, смелость, отвага Осмотрительность, хороший характер, справедливость к слабому Любовь к подданным, умение вести за собой Терпение, тактичность, наличие своего мнения и умение руководить Любовь к чтению поучительных историй и заучивание жизнеописания царей Изучение дел и поступков, которым подражали многие правители И которым они следовали Потому что этот мир – остаток стран наших предков, которые владели ими Потом ушли из мира и канули в прошлое Став лишь воспоминаниями для людей Ведь каждого человека вспоминают по его делам И у жизни на том свете есть сокровище И у земной жизни тоже есть сокровище Сокровище этой жизни – добрая слава и хорошая по себе память А сокровище жизни на том свете – благие дела и получение вознаграждения Мудрость Искандер спросил Аристотеля Что лучше для правителя – смелость или справедливость? Аристотель ответил – лучше, если справедливость правителя не нуждается в смелости Мудрость Сократ сказал Мир состоит из справедливости И если придет несправедливость, то он не сможет оставаться прочным и непоколебимым Мудрость Однажды Искандер со своими людьми двигался в похоронной процессии Кто-то из военачальников его армии сказал Аллах даровал тебе огромное царство и большое количество женщин, чтобы у тебя было много детей Из-за многочисленности которых тебя будут вспоминать после твоей смерти Искандер ответил Людей после смерти добром поминают не из-за многочисленности потомства А за благое поведение и справедливые дела И нельзя, чтобы над человеком, который покорил мужчин всего мира, взяли верх женщины Мудрость И не должно правителю всегда быть занятым игрой в нарды, шахматы, употреблением вина, игрой в мяч, охотой Потому что это мешает ему и отвлекает его от дел И каждому занятию свое время И если время прошло, то выигрыш превратится в проигрыш и радость обернется печалью Прежние правители делили день на четыре части Часть для поклонения Всевышнему Аллаху Часть для рассмотрения государственных дел Совершение справедливого правосудия по отношению к обиженным Общение с учеными и мудрецами для ведения дел и управления народом Издание указов, выполнение ритуалов, написание посланий и отправки послов Третья часть для еды, сна, накопления благ земного мира, для наслаждения весельем и радости И четвертая для охоты, игры в мяч, в конное поло и тому подобного История Искандер отстранил одного чиновника от исполнения важного дела и дал ему дело низкое и ничтожное Однажды этот человек пришел во дворец и Искандер спросил его Как ты находишь свое дело? Он ответил Да продлит Аллах жизнь правителя Не люди возвышаются делами, а дела возвышаются людьми И все это благодаря благопристойному поведению, беспристрастию, распространению справедливости и неприятию излишества Искандеру очень понравился такой ответ, и он вернул его на прежнее место Говорят, что правитель Бахрам Кур разделил свой день на две равные части В первой половине дня он исполнял нужды людей, а во второй отдыхал И говорят, что ни один изо всех своих дней он не провел, занимаясь лишь только делами Ануширван справедливый приказывал своим людям взбираться на самые высокие места в поселении, чтобы наблюдать за домами жителей И они шли в каждый дом, из которого не шел дым, спрашивали хозяев о том, как идут дела и о том, что с ними самими И если они были в беде, то говорили об этом Ануширвану И он брал на себя их печали и рассеивал их тревоги И правитель не должен разрешать своим слугам брать что-либо у подданных, если они не имеют на то права Не забудьте подписаться на канал А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Ануширван «Посьбы» Анатолик «Посьбы» Анатолик «Посьбы» Пр Анатолик Аяку